США обгоняет Россию в экспорте энергоносителей, но несмотря на это, рейтинг Байдена рекордно низок. А раскол в американском обществе настолько велик, что эксперты говорят о возможности гражданской войны, пишет японское издание Daily Shinchou. По данным опроса, проведенного Институтом Гэллопа, рейтинг президента США на уровне 36%, более 70% населения не хотят его переизбрания. Кроме того, в обществе нарастает скандал вокруг судебной системы, которая сейчас сталкивается с сильными перетрубациями. Это связано с тем, что Верховный суд вынес решение против права на аборт. Опрос агентства Reuters показал, что около 60% американцев негативно относятся к решению Верховного суда отменить постановление, признающее аборт конституционным правом. Это решение вызывает социальную напряженность по всей территории США, и нельзя исключать, что недоверие американской общественности к правительству может достичь критического уровня, сообщает издание. В свете растущих опасений, что раскол в США даже сильнее, чем во время войны во Вьетнаме, профессор факультета политологии Калифорнийского университета Барбара Уолтер сообщает, что в США растет риск гражданской войны. По ее словам, в результате анализа гражданских войн за последние 30 лет с использованием различных показателей, она обнаружила, что наиболее важным фактором является аннотократия. Это показатель, насколько демократична или автокритична страна. Люди в странах, где демократия снижается, очень недовольны правительством. Жители Британии привыкают к новым ценам на бургеры. Daily Mail напоминает, Макдональдс впервые за 14 лет повысил цену на свой знаменитый чизбургер. Представители сети быстрого питания заявили, что больше не могут защищать клиентов от резкого роста цен, вызванного растущей инфляцией. Она сказывается на стоимости продуктов, энергии, топлива и заработной плате. Компании сообщили о снижении чистой прибыли в результате ухода из России и закрытия ресторанов в Китае. Руководитель Макдональдс в Великобритании и Ирландии Алистер Макроу объяснил, что повышение цен необходимо для того, чтобы помочь компании справиться с невероятно трудными временами. Так же, как и вы, наша компания, держатели нашей франшизы, которые владеют и управляют нашими ресторанами, и наши поставщики испытывают на себя эффект от растущей инфляции. Сегодняшняя ситуация вынуждает нас, как и многих других, принимать это непростое решение о ценах. Макдональдс – последняя компания в сфере ресторана-гостиничного бизнеса, которая предупредила о безудержном росте расходов спустя неделю после того, как Управление национальной статистики сообщило, что в прошлом месяце инфляция достигла 40-летнего максимума и составила 9,4%. По прогнозам экономистов, до конца года она вырастет до 11%. Ранее представители разных супермаркетов заявили, что продовольственная инфляция достигла самого высокого уровня, по крайней мере, с 2005 года. Больше всего подорожали свежие продукты питания, включая фрукты, овощи, мясо и молочные продукты, цены на которые выросли в среднем на 8%. Согласно опросу независимой организации «Новый третий путь» более половины граждан Сербии выступают против вступления страны в ЕС. Против вступления в НАТО высказались 91% опрошенных, сообщает газета «Сега». Сербы больше ориентированы на Евразию, чем на Европу, делает вывод автор статьи. Среди мировых лидеров, которым сербы испытывают симпатию, самый высокий рейтинг у китайского лидера Си Цзиньпиня, президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. А страны ранжируются в следующем порядке. Россия, Китай, Венгрия, сообщает газета. Президент Франции Мануэль Макрон находится в середине списка, а президент США Джо Байден и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также и их страны, получили самые низкие оценки. Опрос проводил Национальный фонд поддержки демократии. В нем приняли участие 1285 человек. Казалось бы, что может быть опасного в том, чтобы поспать пару часов в течение дня? Оказывается, последствия этого, на первый взгляд, безвредного занятия, могут быть катастрофическими, но если вы все же привыкли спать днем, то специалисты рекомендуют следовать определенным правилам, изложенным в статье на сайте Аль-Арабия. Если говорить о недостатках дневного сна, то, согласно некоторым исследованиям, взрослые, которые долго спят в течение дня, могут с большей вероятностью столкнуться с такими заболеваниями, как диабет, болезни сердца и депрессия. Сон в течение дня может быть признаком недосыпания ночью, что связано с более высоким риском этих хронических состояний. Кроме того, дневной сон может быть признаком плохого качества сна и указывать на его нарушения. В некоторых случаях такой сон создает порочный круг, поскольку вы спите днем, чтобы восполнить недосыпание ночью. Затем вам трудно заснуть, и вы снова спите днем. Когда же лучше вздремнуть, задается вопросом журналист. Эксперты из фонда сна рекомендуют спать днем около 10-20 минут, поскольку такая длительность обеспечивает более легкое возвращение к бодрствованию и помогает избежать сонливости после пробуждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова